Несмотря на молодость, Петр с известного рода смыслом распоряжался отношениями к близким людям, прямо показывал Остерману, что он его любит, считает необходимым для дел правительственных. Пусть он и занимается этими делами, но они вмешиваются в его удовольствие, где необходимы ему долгорукие, которых он не выдаст Остерману точно так, как не выдаст Остермана долгоруким. И долгорукие, и Остерман, наконец, должны были понять свои взаимные отношения, понять пределы того круга деятельности, который начертал для них Петр. И успокоились. Но это успокоение, разумеется, не могло быть полно и произойти вдруг. После падения Меньшикова взоры всех, хотевших поделить его наследство, обратились к Москве, куда светлейший князь перевел бабку императора Иннокеню Елену, которая, однако, не иначе называла себя как царицую. Петр и сестра его по чужим внушениям и сами по себе должны были чувствовать неловкость в присутствии ославленной бабушки, репутацию которой нельзя было восстановить отобранием Петровых манифестов о ее похождениях. Внуки были довольны, что они в Петербурге, а бабушка в Москве. Но бабушка не была этим довольна, и 21 сентября написала внуку. «Державнейший император, любезнейший внук, хотя давно желание мое было не токмо поздравить ваше величество с восприятием престола, но паче вас видеть. Но, по несчастью моему, по сей число, не сподобилось, понеже князь Меньшиков, не допустя до вашего величества, послал меня за караулом к Москве, а ныне уведомилась, что за свои противности к вашему величеству отлучен от вас, и так я приемлю смелость к вам писать и поздравить. Притом прошу, если ваше величество к Москве вскоре быть не изволите, дабы мне повелели быть к себе, чтобы мне, по горячности крови, видеть вас и сестру вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей. Вслед за тем другое письмо. «Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях. Как вы родились, не дали мне про вас слышать, ниже видеть вас». Петр отвечал. «Дорогая и любезная государыня бабушка, понеже мы уведомились только теперь». О бывшем вашем задержании и о нынешнем вашем прибытии к Москве, того ради я не хотел оставить честь сие сам к вам писать и о вашем нам весьма желательном здравии осведомиться. И для того прошу вас, государыня, дорогая бабушка, не оставить меня в приятнейших своих писаниях о своем многолетнем здравии. «Так ужди, прошу ко мне писать, в чем я вам могу услугу и любовь мою показать. Еже я верно исполнять не примину. Я сам ничего так не желаю, как чтобы вас видеть, и надеюсь, что с Божью помощью еще нынешней зимы то учениться может». Это свидание, необходимое вследствие преднамеренной поездки государя в Москву для коронации, беспокоило многих. Что, если кровь заговорит, и внук подчинится влиянию бабушки, единственного родного существа у круглых сирот? Предусмотрительный Остерман постарался тотчас же приобрести благосклонность царицы, тем более, что его легче можно было погубить в ее мнении, как иностранца, вывезенного Петром Первым. Вместе с первым письмом от внука Елена получила письмо и от его воспитателя. «Всемилостивейшая государыня», – писал Остерман. «Когда я о подлинном состоянии вашего величества уведомился, то я не оставил его императорскому величеству немедленно о том доносить, и потому его величество сам изволил присем к вашему величеству писать, при котором в случае и я дерзновение восприял ваше величество о всеподаннейшей моей верности обнадежить, о которой, как его императорское величество, так и, впрочем, все те, которые к вашему величеству принадлежат, сами вяще засвидетельствовать могут». Затем последовал целый ряд писем, в которых барон Андрей Иванович обнадеживал царицу в горячести, какую чувствует к ней внук и уверял, что по своей должности не пренебрежет его величество при тех склонностях содержать стараться. Царица отвечала «Благодарна за услугу твою, что хранишь здоровье внука моего, и впредь о том же прошу, чтобы мне порадоваться, как услышу про здоровье их, и за Писание твое благодарюшь, и впредь прошу, а за твою услугу воздаст тебе Бог, а сколько силы моей будет, и я вам всегда доброходствовать буду». Жена Остермана, Марфа Ивановна, урожденная Стрешнева, также писала царице. Вручал из себя высочайшую ее величество милость, уверяя при этом, что муж ее, государю и ей царице, со всяким усердием верно служит и служить будет. 22 октября Остерман посылает царице службу, сочиненную в день рождения государя, рисунок фейерверка, сожженного в этот день, и манифест о коронации писал, «Яко я на всем свете ничего иного не желаю, окроме, чтобы его императорскому величеству без всяких моих партикулярных прихотей и страстей прямые верные свои услуги показать. Так и ваше величество соизволите всемилостивейшее благонадежно быть, а моей вернейшей преданности к вашего величества высокой особе. Потому не распространяю, понеже ведаю, что как его императорское величество, так и ее императорское высочество, государыня великая княжна, мне в том верное свидетельство подать изволят. И верная моя служба всегда более в самом деле, нежели пустыми словами, явно будет». Елена поняла последние слова так, что Остерман жалуется на людей, которые наносили ей на него, писали пустые слова против него, и отвечала, «Еще ж ты упоминаешь, что будто ясно мне пустыми словами, и я истинно в вас ничего пустого не слыхала, кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне, и ежели б кто мне и говорил, и у меня никогда и этого не бывало, чтобы мне верить, и впредь не будет, что я вижу от вас услугу к нему и к себе. И как ты начал служить, так и служи, и храни его здоровье. И я отчаю, что ты ни на кого его здоровье не променяешь, и надеюсь на тебя крепко». Об этом письме царицы узнали, и пошел слух, что действительно Долгорукий, отец и сын, писали Елене письмо, в котором выставляли свои заслуги, а на Остермана возводили всевозможные обвинения. Но Елена переслала письмо Долгоруких к Остерману, и в своем письме хвалила его и благодарила за попечение о ее внуках. Но во время этой борьбы не забывали о Меньшикове. Сильно боялись энергической свояченицы светлейшего князя Варвары Арсеньевой. И 5 октября Остерман, пришедший Верховный Тайный Совет, объявил, чтобы Варвару послать в Александров монастырь и взять ордена у сына и дочерей Меньшикова, также и у Василия Арсеньева, Шурина его. После Андрей Иванович объявил в Совете, что кавалерии святой Екатерины, взятой у сына и дочери Меньшикова, император подарил сестрице своей. Кавалерия святого Александра отдана князю Ивану Долгорукому, а перстень обручальный взят ко двору его величества. Петр по-прежнему делал подарки сестрице, и Остерман заботился о ней по-прежнему. Так еще в сентябре он принес в Совет алмазы, которые предлагал купить для великой княжны, за 85 тысяч рублей. Члены Совета, видя, что алмазы очень дешевы, согласились купить. Остерман приходил и объявлял. Петр позабыл свое обещание присутствовать в Верховном Тайном Совете, и члены его воспользовались первым случаем, чтобы напомнить ему об этом обещании. В ноябре русский посланник при шведском дворе граф Головин донес об известном письме Меньшикова к шведскому сенатору Дибину. Донесение Головина было прочтено в Верховном Тайном Совете, после чего члены его представили государю, что по всем поступкам шведов видны их неприязненные замыслы против России. Чтобы дать шведам отпор, они министры прилагают всевозможные старания о содержании войска в добром порядке и приведении его в лучшее состояние, чем как было при Меньшикове, что приказано вооружить к будущей весне 24 линейных корабля и 120 галер. И что для поощрения усмотрения трудов Верховного Тайного Совета нужно присутствие Его Величества. На это государь изъявил свое благоволение и обещал чаще присутствовать в Совете. Насчет Меньшикова Петр рассуждал, что такие поступки его могут почесть изменуя, и приказал послать к нему нарочного, который бы обо всем допросил его с принуждением и угрозами. Также приказал опечатать все его имение и обстоятельно пересмотреть находящиеся при нем и в Петербурге письма. К Меньшикову отправлен был действительный статский советник Плещеев, которому, кроме шведских дел, велено было допросить Меньшикова о деньгах, взятых с герцога Голштинского. Секретарь Меньшикова Вист представил Верховный Тайный Совет биографию Меньшикова «Гисторию о княжем житии», сочиненную бароном Гизеном. В конце 1727 года начались сборы двора в Москву для коронации. Эта поездка имела теперь совершенно другое значение, чем последние поездки Петра Великого в древнюю столицу. Теперь на вопрос, долго ли останется двор в Москве, уже слышался ответ «Быть может навсегда». А этот ответ был очень приятен одним и приводил в отчаяние других. Нравился он русским вельможам, которые до сих пор не могли привыкнуть к неудобствам новооснованного города. В стране печальной, болотистой, вдали от их деревень, доставка запасов из которых соединялась с большими затруднениями и расходами. Тогда, как Москва была место нагретое, центральное, окруженное их имениями, расположенными в разных направлениях. И откуда так легко было доставлять все нужное для содержания барского дома и огромной прислуги, а это было главное при отсутствии денег, при неразвитой еще роскоши, требующей произведений иностранных. Ужасом обдавал этот ответ тех, которые в удалении из так называемого «парадиза» видели удаление от дела Петра Великого, удаление от Европы, пренебрежение морем, флотом, упадок значения России как европейской державы. Боялись переезда в Москву люди, созданные новым, преобразовательным направлением и в его ослаблении видевшие ослабление собственного значения. В челе таких людей стоял человек самый видный по своей государственной деятельности и близкий государю Остерман. За границей смотрели также на это дело. Как только узнали здесь о падении Меньшикова, так сейчас же явилась мысль, что вельможи увезут императора в Москву и Россия возвратится к прежнему допетровскому порядку. Польский король объявил об этом испанскому герцогу Лирия, отправлявшемуся в Россию в качестве посланника. Житель Перенейского полуострова Лирия привык приписывать английским деньгам страшное могущество и потому первая мысль пришедшая ему в голову была та, что английские деньги заставят и русского царя поселиться навсегда в Москве. Одни с надеждою, другие со страхом ожидали следствий свидания императора с бабушкой. В Петербург доходили вести, что Шафиров под предлогом болезни не поехал в Архангельск по первому пути, а вместо того ежедневно бывает у старой царицы. В начале января 1728 года двор выехал из Петербурга в Москву, но на дороге император заболел и принужден был пробыть две недели в Твери. Петр остановился на несколько времени под Москвою, чтобы приготовиться к торжественному въезду. Бабушка рвалась к нему, писала к великой княжне Наталье. Пожалуй, свет мой, проси убраться своего, чтобы мне вас видеть и порадоваться вами. Как вы и родились, не дали мне про вас слышать, не токмо, что видеть. Писала Костерману. За верную вашу службу ко внуку моему и к нам я попремногу благодарствую, а у меня истина на вас надеяние крепкое, только о том вас прошу, чтобы мне внучат своих видеть и вместе с ними быть. А я истина с печали чуть жива, что их не вижу. А я истина надеюсь, что и вы мне будете ради, как я при них буду. И мне истина уже печали наскучили и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть. И ежели б я с ними вместе была, и я б такие свои несносные печали все позабыла. И так меня светлейший князь тридцать лет крушил, а ныне опять сокрушают, а я не знаю, сие чиниться от кого. К самому Петру писала, долго ли мой батюшка мне вас не видать, или вас и вовсе мне не видать, а я с печали истина умираю, что вас не вижу, дайте мне, батюшка, мне вас видеть, хотя бы я к вам приехала. Писала опять Костерману, долго ли вам меня мучить, что по сю пору в семи верстах внучат моих, не дадите мне их видеть, а я с печали истинно сокрушаюсь, прошу вас, дайте хотя б я на них поглядела, да умерла. 4 февраля был торжественный въезд в Москву, когда было первое свидание с бабушкой неизвестно, известно только, что оно было холодно со стороны внука, который потом явно избегал свидание старую царицю. И брат, и сестра при свидании с бабушкой имели при себе цесаревну ели совету, чтобы старушка не увлекалась разговорами о некоторых деликатных делах. Но уверяли, что царица успела поговорить внуку о его поведении, советовала ему лучше жениться, хотя даже на иностранке, чем вести такую жизнь, какую он вел до сих пор. Внешние приличия были соблюдены. 9 февраля Петр явился в Верховный Тайный Совет и, не садясь на свое место, стоя объявил, что он из любви и почтения государыне бабушки своей желает, чтобы ее величество по своему высокому достоинству была содержана во всяком довольстве, так пусть члены Совета учинят определение и ему донесут. Сказавший это император удалился, а члены Совета принялись рассуждать о штате для царицы и назначили ей по 60 тысяч рублей в год и волость до двух тысяч дворов. С этим решением отправились к царице князья Василий Лукич Долгорукий и Дмитрий Михайлович Голицын, причем донесли ей, что если сверх того изволить, чего потребовать, то его величество по особенной своей к ней любви, почтению, исполнит ее требования. Определившие содержание бабушки по отцу не забыли и бабушку по матери. Остерман объявил в Совете, что бабке его величества герцогине Бланкенбургской давать пенсию по 15 тысяч рублей в год. Эта бабушка очень хлопотала, чтобы внук вел себя получше и берег свое здоровье. До нас дошли два письма ее, как видно, к Броншвейкскому, поверенному в делах при русском дворе, в которых она поручает обратиться к князю Ивану Долгорукому и сказать ему от ее имени, что, зная, как император уважает его достоинства, она умоляет его уговорить молодого государя, чтобы он больше заботился о своем драгоценном здоровье.